Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символизме и странных моментах покушения на Дональда Трампа. 13 июля 2024 года жизнь экс-президента США, а ныне кандидата от республиканской партии, на предстоящих выборах Дональда Трампа оказалась в опасности. Во время его выступления в штате Пенсильвания в рамках предвыборной кампании неожиданно раздалось несколько хлопков, после чего политик спрятался за трибуной, схватившись за ухо. Позже стало известно, что Трамп стал жертвой спрятавшегося на крыше киллера и чудом остался жив. Казалось бы, в том, что у экс-президента Америки есть масса недоброжелателей, один из которых попытался разделаться с ним, нет ничего удивительного. На деле же символизм и странные обстоятельства, которыми сопровождался инцидент, наводят на мысли о том, что все произошло не случайно. 5 ноября 2024 года должны состояться очередные выборы президента Америки. Главными кандидатами на этот пост являются действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Сейчас каждый из них активно проводит предвыборные кампании, пытаясь завоевать доверие избирателей. Покушение на Трампа произошло на одном из таких мероприятий. Экс-президент Америки собрал в городе Батлер штата Пенсильвания около 50 тысяч человек на предвыборном митинге. Спустя несколько минут после начала его выступления послышались выстрелы. Пуля прошла в миллиметрах от головы Трампа, пробив верхнюю часть его правого уха. Политик спрятался за трибуной, после чего к нему бросились агенты секретной службы США и закрыли его своими телами. Затем кандидата в президенты в плотном кольце агентов увезли с митинга. Уходя, он поднял вверх руку с сожатым кулаком, что вызвало ликование толпы. Символизм инцидента начинается с его даты и времени. Атака произошла именно 13 числа, являющегося одним из кодов системы, излюбленным иллюминатами. Время случившегося 18 часов 11 минут по североамериканскому восточному времени скрывает в себе код катастроф 911. Кроме того, с момента начала речи Трампа до первых хлопков прошло ровно 6 минут. Главным же моментом, вызывающим вопросы, является тот факт, что покушение в принципе оказалось возможным. Очевидно, что мероприятия подобного уровня проходят с соблюдением максимально возможных мер безопасности. Здесь же по каким-то причинам никто не заметил на крыше близлежащего здания человека с винтовкой и не устранил его. Официальные источники объясняют это тем, что стрелок находился за пределами так называемой зоны безопасности. Обычно площадку, на которой проходит предвыборный митинг, огораживают по периметру, а все участники проходят через металлодетектор. Вооруженные охранники обыскивают сумки и даже кошельки собравшихся. Многих участников митингов осматривают вручную. Кроме того, должны обследоваться все здания в зоне прямой видимости. Тот факт, что снайпер оказался всего в 100 метрах от места выступления Трампа, может говорить о том, что ему позволили это сделать. Один из свидетелей произошедшего, опрошенный телеканалом BBC, сказал, что видел человека с огнестрельным оружием и безуспешно пытался предупредить полицию и секретную службу. Самым же странным обстоятельством покушения на Трампа является промах стрелка. Очевидно, что если бы кому-то на самом деле нужно было устранить неугодного человека такого уровня, то сделал бы он это без ошибок. В данном же случае снайпер не промазал, а наоборот, выстрелил максимально точно. Работа была проделана ювелирно и не нанесла политику существенного вреда. Вполне возможно, что выстрела и вовсе не было, ведь экс-президенту США вряд ли захотелось бы рисковать своей жизнью. Спрятавшись за трибуной, он мог испачкать краской лицо, либо же расцарапать свое ухо. В этом контексте вспоминается сюжет романа Агаты Кристи «Объявлено убийство». В нем женщина, в итоге оказавшейся преступницей, изначально значилась пострадавшей. Во время нападения пуля оцарапала ей мочку уха, но, как выяснилось позже, сделала это она сама, чтобы отвести от себя подозрения. Еще одно символичное произведение, с которым вызывает ассоциации «Инцидент с Дональдом Трампом», роман Стивена Кинга «Мертвая зона» и снятый по ней одноименный фильм. В нем главный герой, способный видеть будущее, пытался устранить кандидата в президенты США, так как увидел, что в случае победы тот развяжет ядерную войну и поставит под угрозу существование всего человечества. Действия книги точно так же разворачивались во время встречи кандидата со своими избирателями, а стрелок точно так же промахнулся и был убит сам. Отсылка книги Стивена Кинга может быть довольно знаковой и символичной. Сейчас многие воспринимают Трампа как политика, способного закончить конфликт на Украине и принести человечеству долгожданный мир. Вот только с учетом того, что от личности конкретного президента абсолютно ничего не зависит, а все ключевые события планируются теневыми кукловодами. Ожидания, возлагаемые на Трампа, могут быть ошибочными. Отдельного внимания заслуживает личность стрелка. Им оказался 20-летний парень Томас Мэтью Крукс. Первое, что бросается в глаза, это его фамилия, созвучная со словом «Крокус», что в свою очередь отсылает к событиям марта 2024 года. Указывает на связь двух инцидентов и акцент на ушах. Трампу пуля пробила верхнюю часть правого уха, а одному из нападавших в Крокусе вскоре после задержания правое ухо отрезали. Все это подводит к мысли о том, что оба события являлись частью глобального плана. По официальным данным, стрелок действовал один. Так как его сразу же устранили, имена истинных заказчиков никто никогда не узнает. Еще одной странностью ситуации с экс-президентом США можно назвать его реакцию на произошедшее. Спустя всего несколько секунд после прозвучавших выстрелов, Трамп раздвинул кольцо охраны и поднял вверх руку, сложенную в кулак, которая, к слову, была абсолютно чистой. Политик не знал наверняка, был ли стрелок один, а потому подобное поведение с его стороны можно назвать весьма опрометчивым. Все это говорит о том, что Дональд был полностью уверен в своей безопасности, а значит, инцидент планировался заранее. Странной можно назвать и реакцию сторонников Трампа, находившихся за его спиной. Никто из них не паникует, не пытается убежать и не падает на пол при звуке хлопков. Люди ведут себя так, словно все в порядке, и им ничего не угрожает. Пожалуй, самым интересным фактом, связанным с покушением на экс-президента США, является то, что задолго до случившегося многие известные личности предсказывали подобный исход событий. В частности, журналист Такер Карлсон в мае этого года заявил о том, что Трамп победит на выборах, но лишь в том случае, если сумеет выжить. Примерно то же говорила на одном из ток-шоу астролог Светлана Драгон, которую можно назвать рупором глобалистов. Подобные предсказания являются очередным указанием на спланированность события. Так как до выборов в США остается еще несколько месяцев, вполне возможно, что Трампа действительно сумеет устранить к этому времени. Что касается целей, которые преследовали организаторы покушения, их может быть несколько. Данное событие может спровоцировать массовые волнения в Америке и даже масштабную гражданскую войну. Кроме того, подобным образом подогревается интерес людей к предстоящим выборам и повышается значимость этого события. Внимание отвлекается от более важных вещей, происходящих в мире прямо сейчас. В целом, случившееся с Трампом во время предвыборного митинга очень напоминает хорошо поставленный спектакль. Об этом свидетельствуют тщательно подобранные коды системы и странные моменты, сопровождающие нападение. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!